Черепахи тоже очень, ну не сказать, что прям очень популярная франшиза Но игр по ним повыходило приличное количество И много где их было даже не одна, а по две, по три, а то и по четыре Как на NES, например Ну если еще Tournament Fighters в расчет взять Я пока добрался до второй части Первая в начале года была пройдена Так, заставок никаких нет, сразу стартуем Что-то у меня тихо совсем За Микеланджело сыграю Добро надо нести в этот мир Ну лучше добро, конечно, чем зло Зла и так хватает Так, первая сцена, спасти Эйприл Я как-то привык больше... Так, вот этот удар сразу вспомнить Я как-то привык в вторых черепах больше с вором проходить Возможно на одного придется попотеть Разницы нет, за кого играть Ну, единственное, да, немножко отличается Вид удара у каждой черепахи Это в третьей части уже Суперудары у каждого, у каждой черепахи свои Во второй части суперударов еще не было Что-то меня Солдаты фуд любят пинать Опять хотел замахнуться с ноги Не люблю эту атаку у них, когда с ногой вылетают Хуже только, когда Начинают обнимать тебя Хуже этого нет Там могут... Если ничего не нажимать, по-моему Несколько делений могут сразу снять Вообще красивая локация, огонь такой Здание горит Где вообще пожарные, где кто? Чему только черепахи должны спасать? Насмерть за душа? Да, вор, если вообще ничего не нажимать? Или это только в третьей части? Я просто таких подробностей не помню Где-то я точно помню Если ничего не нажимать Они тебя будут держать Пока у тебя шкала здоровья не кончится Наверное, его второй и в третий Тут тоже, понял Гаррет, здорово Опять ты со своими темами и стритфайтер Кадокина-то страшная атака Че так любишь ей пользоваться? Почему не пишешь Соник Бум бойцы, например Или Сайбр Трэшер, как у Байсона Стритфайтер, кстати, тоже ни один не играл еще Вообще, некоторые ребята интересовались Типа, почему статистику файтинги не проходишь? Уже, типа, быстро Вот, сейчас схватил Успел выбраться В файтингах тоже не все так просто Но скорее всего Главное условие будет Прохождение на максимальной сложности За какого-то одного персонажа Играть за каждого персонажа Я не вижу смысла Показывать историю Каждого пройденного С другой стороны Есть такие файтинги Где ты Должен открыть каких-то бойцов Перед тем, как за них играть Короче, с файтингами Тоже индивидуально все будет Как он меня поймал? Блин, вот этот Страховал Тоже не люблю вот этих врагов Ладно, забил Так, Эйперл что-то там кричала Тоже прикольная локация Там диванчик такой стоит Это компьютер маленький на столе Полка с книгами Прикольно сделали Так О, надо ждать пока он А, он уже заморгал, кстати Ай Больно Так, ну он уже побледнел Готов Отлично Мой Хадукин добрый Он восстанавливает ХП Привет всем Смотрю стрим Я и пластиковый человек Привет, Никита Как понять Пластиковый человек Какая-то страшная фраза О, музон, музон пошел Моя любимая музыка в игре Ну, одна из самых любимых Пожалуй Почему мне не нравится Во второй части Скроллинга экрана нет Если черепаха где-то В конце экрана И ты продолжаешь идти Экран не будет выравниваться Он как бы вместе с тобой Движется в любом случае Это немножко такой Неприятный момент Ой Хотел за За гидрант перепрыгнуть В итоге в него ударился От испуга Каприл относительно Стала уж больно мелкая А вот на На нее я что-то не смотрел В этот момент Джонни Кейдж Привет Надо же Только о файтингах Заговорил И Джонни Кейдж Зашел МК-2 играю На Sega Genesis Вообще Второй МК Кстати много Где выходил По-моему Даже на Геймбое Есть Официальная версия МК-2 Там конечно Она убого Выглядит Но зато Официальная версия А на Аркаде Нифига себе На Аркаде МК-2 Это мое уважение На самом деле Аркадные автоматы Для меня Мутная тема На самом деле Аркадные автоматы Отталкивают Максимальной Сложностью В первую очередь Не буду бить Эту мадаму Не помню Отнимают ХП или нет В любом случае Драться с ней Не хочу Ой-ой-ой Да вообще Игру грамотно Оформили И оптимизировали Согласен Лайка Согласен После того Как поиграл МК-2 На Аркаде Другие версии Перестали существовать А я помню Было время Мне даже нравилось Мне даже нравилось Четвертый Четвертый Мортал Комбат На первой Соньке Тоже такая Сомнительная игра Но мне почему-то Нравилось У нас даже в клубе В клубе Где был прокат Прокат времени На PS1 Где мы собирались Играть Там 15 рублей Что ли Час Стоил Я уже плохо Помню В клубе Это одна из Любимых игр Была Там к счастью Надо было Одному заплатить И играть Можно было Вдвоем В итоге Мы платили По очереди А играли Вместе Друг против Друга В МК Да нормально Так позависал В свое время На то время Она прорывом Была Конечно Ах ты Сразу побежал Нифига Ты хитрый Нифига Ты хитрый Кабан Да что Ты сразу Бегаешь Он еще и Самонаводится Гад Да кошмар Вообще Какой-то Так ладно Не буду Выпендриваться Да блин Две полоски Ладно Повезло Чето я Аж замер Я играл Даже на Амиги МК 11 Не люблю Первый Второй Ультиматум Третий Ай Тоже прикольный Уровень На самом деле Так вот Здесь вроде Вроде бы В воде Опасно Находиться Ну ладно Я пока Пока побуду На Амиге МК Такой Спорный Ну логично Амига Вообще Сама по себе Спорная Спорная Консоль Точнее Компьютер Это же Компьютер Ракеты Вылетают А мне Да Дают за них Очки Ладно Очки Здесь играют Важную роль За очки Можно получить Жизнь Я пока Понабиваю Эти ракеты Они по моему Конечные Они когда то Закончатся Джонни Амига Это вообще Амига Вообще Спорный Компьютер Я помню Сполоно Как он Проходил Жаб На Амиге Было Очень страшное Зрелище Но он Все таки Справился Вот вдвоем Вдвоем Жаб На Амиге Еще никто На стриме Не проходил Это будет Самое Эпичное Пожалуй Серега Вообще По моему Говорил Что Есть такой Вариант Что они Вообще Непроходимы На двоих Может Я с другой Версии Путаю Но вроде Про Амижную Говорил Боссы Подыхают Со звуком Выстрела Походу Снайпер А я не знаю Гарет Может Микеланджело Подрабатывает Где нибудь Лодранер Здорово Удачного прохождение всем привет привет утра на привет и если если празднуешь старый новый год то тогда с праздниками скорпиона саб-зира 1 стойка еще ракеты полетели ладно не буду форсировать события как и на мега драйв анимация на аренах нет совершенно полная статьи статика никаких слоев почти как в оригинале контрастность графики повышена особенно заметно с костюмами ниндзя и горы некоторые элементы игры например фаерболы напротив слишком темные фига джонни ты расписал но я не настолько поклонник mortal kombat а может когда-то буду на стриме играть но пока из файтингов только никетсу 2 на 2 проходил никетсу как у тоу дэнсетсу мне кстати за 200 очков жизнь куда ли чуть не забанил спокойно сейн спокойно спасибо джонни за такой обширный комментарий за наблюдение надеюсь когда я доберусь до mortal kombat а на стриме ты будешь в чате присутствовать может еще какие-то интересные фишки расскажешь так бакстер стокман да так его вроде звали уже не помню нифига один из немногих боссов которыми которого супер ударами хорошо бить а опусти хватит кусать меня так он еще не моргает хотя удары сильные проходят празднуют целый день без электроснабжения вот только включили блин ребятки чё у вас там происходит у меня рефлекс на простыне текста это нормально сэнд это нормальное явление твоя душа моя нет джонни спасибо за шансунга я не хочу играть один из четвертых наверное персонажей если уметь превращаться в разных бойцов друг да что такое прям в голову ладно здесь не надо прыгать наверно интересно как это он на мой удар не попал это тоже интересный уровень достаточно освобождаем нью-йорк от вечной зимы эта игра больше наверно в тему весны была бы ну ладно мк 2 фильм выйдет в двадцать третьем году чё ж так любят старые франшизы ворошить матрица недавно вышла обитель зла вышел новый аккуратно приятные враги вот эти снеговики чё ребят есть у кого желание рассказать про матрицу про обитель зла кто чё смотрел у кого какие впечатления остались я вот обитель зла посмотрел новый но впечатление 50 на 50 на самом деле потому что отсылки были прикольные отсылки были прикольные особенно вот этот каноничный момент когда группа альфа зашла в особняк и вот этот каноничный поворот зомби который из группы браво ел их него этого спецназовца один из самых прикольных моментов таких ну значимых для серии зомби когда начал поворачиваться но чё не понравилось они как-то они объединили три части ещё и Веронику Экс захватили несколько моментов какой-то винегрет сделали из всех частей вот это политкорректность вы видели как Леон выглядит в новом обители зла Леон мне вообще не понравился в фильме как персонаж если в играх он уверенный и хладнокровный мужик ну Леон один из самых значимых персонажей для серии если в играх он такой стильный мужик серьёзный то в фильме его каким-то каким-то нытиком сделали я понимаю он типа стажёр полицейский новый приехал в новое для себя место но каким тут слишком уж его размазнёй сделали но это лично моё мнение я не киноэксперт никому его навязывать не собираюсь Джилл тоже какая-то странная там была какая-то распущенная не знаю я тоже привык что у неё образ более серьёзной женщины чем то что в фильме показывают так этого босса как-то можно заспамить блин успел кинуть надо куда-то ему прям в ножку бить а да как успевает булыжник то прилететь ой-ой-ой ой-ой-ой да как не попал то а ну ладно ему один удар оставалось матрица г человек паук норм да можно сказать а во кстати bloodrunner точно ещё же человек паук вышел нет пути домой называется да у меня друзья кто его смотрели тоже все хвалят кстати нью-йорк освободили от вечной мерзлоты и опять моя любимая музыка началась человеком пауком я ни одного плохого мнения не слышал про матрицу все сходятся что просто отвратительное переиздание вышло а венома второго посмотрел тоже тоже не самые лучшие впечатления остались хотя карнаж очень такой харизматичный получился карнаж они таким нормальным сделали ой резик с матрицей лучше бы не выходили понял гарет что вы меня окружаете сволочь деритесь честно просто знак сбил какой-то странный знак цифра 20 это чё ограничение типа 20 вообще такие ограничения есть у них вообще какой-то странный знак был жалко что с веномом объединения не будет а так фильм на одном дыхании понял леона вообще дебилом сделали я не смотрел и вряд ли буду не смотри сэнд смотри видишь какие отзывы сэнд мой совет лучше видеоигры запускай проходи наверняка больше радостных эмоций останется чем после просмотра фильмов я вот матрицу не буду включать я матрицу точно не буду смотреть для меня матрица это классическая трилогия тогда еще братья вачовски сняли что с людьми произошло что в голове творится почему они так сделали мне у люканга дракон нравится дракон да прикольно помню когда анималити делал в третьей части дракон анималити люканга одно из самых любимых было у меня была книжка с паролями если бы не она то вряд ли я конечно узнал как это все делать анималити по моему нельзя с одной кнопки вводить но у люканга мне очень нравилось я его даже знал по тем временам сейчас я конечно уже забыл все эти комбинации в мортал комбат очень давно не играл но если появится если появится возможность на стриме сыграть я конечно повспоминаю все эти комбинации в турнирах тоже у меня не было желания участвовать по мортал комбату да и вообще по файтингам в целом вот струмен да там струмен часто проводит турниры по файтингам но я ему честно сказал он меня приглашал я ему говорю файтинг это не мое извини дружище я в турнирах вряд ли буду участвовать по файтингам так еще один истичный босс Саша Макеев привет а эластион это ты здорова здорова эластион а игра уже выйдет в двадцать третьем году на пк и ps5 тебе звонят нет видите ничего никто не звонил пилят любые бабки на известных франшизах ну к сожалению да к сожалению да все из-за денег ну вот в обители зла мне не понравилось что какую-то солянку сделали из всех частей некоторые моменты тоже странно обыграли конфликт в эскера с биркиным тоже немножко не поддается логике и они же сделали намек на продолжение они показали аду в конце ада вонг появилась она там типа как-то с вэскером планирует дальше суетиться хэнка даже показывали спецназовцы он был в маске но это стопудово хэнк тоже сделали отсылку намек на него не новая обитель зла есть конечно за за что придраться но я бы не сказал что фильм прям вообще отвратительный лизуна прикольного показали когда они в приют вернулись ой вот этих больше всего не люблю с копьями во второй части прям бесит я и матрицу тоже не смотрел слишком все удручает даже по трейлеру сэнт я даже трейлер не смотрел что-то как они любят вот пока одного бьешь второй сзади сразу же атаку наносит вроде где-то трется сзади тебя потом раз резко на одну линию выходит и начинает бить сейчас нормально законтрил нормально поймал бомбермена опять полуходить ладно бомбермены какие-то безобидные они даже по моему простой атакой не могут ударить только бомбы кидают вот вот здесь экран не скроллится он не выравнивается по черепахе а вместе с ней движется если я буду где-то в конце экрана стоять он просто вместе со мной уедет в мк 2 у люканга дракон прикольный в мк 2 я что-то уже плохо помню а там у него фаталити выглядит как он в дракона превращается вот джонни я уже плохо помню мортал комбат на самом деле вот райпл килл просто одним приемом бомбер бой скорее на мэнов не тянут там дракон это фаталити ну значит правильно предположил вот на этих мотоциклистах вообще можно бесконечно фармить дайте жизнь а и промазал слишком высокий прыжок делает ладно жизнь все таки выбил мне 3 ультиматум больше всего нравилось играть 3 ультиматум любимый мортал комбат был на себе я по сути только из-за этой игры и решил купить книгу с паролями у меня столько книг было все распродал когда после когда с армии пришел все книги продал даже вообще все что было все пораспродавал макс вуд здорово спасибо с одной игрой уже разобрался сегодня на геймбой еще одна игра в статистику пошла пробуем разобраться с классиками я вообще крайне редко черепах играл на одного обычно всегда с вором проходили странно сейчас что второго не сбил кстати он так подошел ну ладно ой а мне мк трилоджи на ps1 из-за расширенного ростера про трилогию я уже в годы эмуляции узнал у нас в клубе в детстве куда мы ходили у нас в клубе только четвертая часть была mortal kombat трилогии к сожалению не было ой а ну ладно я его добил спасибо максу спасибо привет если празднуешь старый новый год то с праздником тебе все ребятки завтра отмечаю старый новый год мы начинаем втягиваться в обычный в обычный свой график в обычный режим возвращаюсь к реквестам first ранов вообще к теме реквестов в целом сегодня зорк еще не заходил но сейчас с катаной зеро надо будет разбираться наверное время еще мало многие же ребята на работе кто-то с работы смотрит у кого-то нет возможности пока до дома не доедут очень много чего охота проходить очень много охота показать рассказать поделиться с вами каким-то мнением что есть то есть антикиллер здорово с праздниками мужик извините за душнярство но не ультиматум а ультимейт да все нормально гаррет я наоборот люблю когда ребята в чате поправляют меня это уже как минимум значит они меня слушают сцена пятая какую-то странную аварию потерпели в бетонную преграду врезались прямо на дороге видимо из фуд клана какие-то гастарбайтеры построили чтобы мы врезались за короткие сроки сделали ой ой еще раз получилось triple kill сделать ну да это же мой перевод мой любимый перевод о чем так известны мои стримы мне всегда вторая нравилась мне всегда вторая нравилась ультиматум ультиматум был везде и всюду слишком попса вот из-за этого сэнт у меня были проблемы со второй частью я не говорю что она плохая она просто как то по другому играется да что то затыкали сволочь вторая часть играется по другому когда ты уже с третьей познакомился третья более динамичная там как-то все быстрее происходит плюс вот эта куча комбо добиваний всяких разных вторая часть она более размеренная что ли по игре более спокойная как бы это странно не звучало начиная с третьей уже конкретно прям динамика пошла там если кураж ловишь начинаешь такие комбо прописывать вторая больше на приемы рассчитана на спец удары там тебе не получится какое-то жесткое комбо сделать на 8 хитов на 10 я помню в третьей части за шиву за сабзира такие комбо страшные можно было прописывать у кого то конечно были скромные комбо там 4 хита 5 хитов но иногда когда у нас получалось сделать по 8 хитов мы конечно вообще офигевали что вообще в целом в игре такое возможно кул кул привет давно стрим полтора часа уже уже полтора часа идет кошмар что-то сегодня время быстро тянется ой быстро тянется быстро идет так антикиллер тоже только за третий ультимат за алтимейт как сказал бы Гаррет что такое чувство что враги посерьезнее становятся более агрессивными укус дракона вниз вперед назад назад близи Джонни ну сейчас мне эта информация вряд ли поможет может попробовать в черепахах твою комбинацию набрать может тоже черепаха какое-нибудь добивание сделает было бы забавно если так произошло вторая мне нравилась именно мрачником восточным колоритом у Джейд самая длинная комбо была я уже таких подробностей не помню Джейд вообще читерный персонаж там если грамотно у нее использовать неуязвимость можно было безнаказанно страшные вещи творить есть добил а новатор здравствуйте я тут продолжаю пока праздники на свое усмотрение играть более-менее популярные игры ой хотелось бы конечно еще завтра стрим запустить есть у меня определенные планы но посмотрим ребят как обычно обещать ничего не буду со вторыми черепахами тоже разобраться бы игра не такая простая на самом деле особенно на одного на двоих вторые черепахи приятно играются комфортно что за конструкция есть если начинать комбо с воздуха она раздает 9 ударов кошмар ой так главное не увлекаться пиццу вовремя забрать и 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 черепашки поселились на стримах смотрел первую часть твоем исполнении первая была в детстве поэтому кажется самый ламповый привет антон привет да пока разбираюсь с черепахами пока новогодние праздники решил попсу поиграть в большинстве своем попсу новогодние праздники кончаются я возвращаюсь к обычным стримам малопопулярные игры малопопулярные франшизы так как будто более агрессивный спасибо антон что посмотрел первую часть но она такая сложненькая достаточно вообще черепах я не так много проходил поэтому я считаю не грех что сейчас взялся более менее занят надо год хорошими играми открывать плохие игры успеем попозже сыграть так новатор что-то еще написал а нет новатор пока просто поздоровался двадцать три часа витвит ты где-то подожди чё-то я что-то теряюсь за догадку а где сейчас где сейчас ночь вообще японии наверное или на дальнем востоке уже ночь наступила у меня сейчас 9 вечера если витвит пишет что двадцать три часа вообще похоже на дальний восток вот эти ребята вообще неприятные у меня в детстве все черепахи были как ни странно и первая часть и вторая и третья и турнамент файтерс была черепахи единственная серия которая у меня была в полном составе в детстве из дабл дракона в первой части никогда в детстве не было из утиных историй тоже первая часть никогда не появлялась на картержах у нас только во вторую играл а с черепахами как-то повезло в этом плане как ни странно все игры вот там один дурак забурился в якутии понял вид у вас там морозы наверное опять под полтинник кошмар люди которые в якутии живут я не знаем просто медаль надо давать у вас же и лето холодное всегда казалось именно у мкс вырезанной шивой антифаталити и прочим нас всегда знакомят с миром портатива большинство стримеров их игнорируют ну и записи в блокноте бесценны не совсем блокноте антон не совсем блокноте в тетрадке толстая тетрадка на 90 с лишним листов обычно все все что мне нужно для стрима я туда заношу некоторые ребята попросили не выкидывать у меня в принципе изначально не было таких планов выбрасывать тетрадь когда ребята попросили теперь точно выкидывать я бы не сказал что там какая-то прям ценная информация но в плане стримов она мне конечно очень помогает на самом деле этот японский я же не буду это все запоминать да и учить к сожалению нет нет времени мне кстати пятую жизнь дали отлично за 600 очков не файтинговый я когда-то в пятый текен очень сильно рубился долгое время лодранер ну мк я больше в детстве играл ой какие неприятные враги да как то можно его по три раза успевать ударить но лучше так не увлекаться как я делаю очень больно бьет вообще-то странно что я успеваю по три раза его ударить да сколько тебе наконец-то персонаж джонни кейдж из видеоигры мк вдохновлен персонажем фрэнка дакса из фильма кровавый спорт которого играет джон клод ван дамм джонни кейдж одет как джон клод ван дамм финальном бою фильма один из специальных приемов исходит из битвы подожди один из один из спец приемов исходит из битвы не сумев получить права на игру сделал и на звездой по сюжету персонажа адаптировал концентрацию такой концепцию кумите в комбат блин джонни а такие сообщения тяжело читать на стриме на самом деле ой 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 вот эти тоже плохие враги очень приятные враги ладно с ними вроде не надо прыгать аккуратненько объем просто как ты гад сзади подкрался-то сволочь ой 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 джонни привет чё там случилось потеплело 30 только ну для вас наверно нормально минус 30 градусов ах ты гад не смог успеть ну ладно им хотя бы всего два удара надо сделать как поэтому попал тоже все части черепах были в детстве все дабл драгоны только первый назывался dd4 я долго так и думал а это таргет ренегейт который имеешь ввиду но он все-таки дабл драгону не имеет отношения он у меня тоже был в детстве тоже дабл драгон 4 ой 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 достал сволочь да что ты какой наглый даже препятствие его не не ограждает здоровья то совсем мало надо прям аккуратненько а на 1сс последний столбец я бы поглядел ой гаретт не провоцируй я пока к файтингам вообще не хочу браться а ну конечно конечно на пиццу меня толкнул да что-то целая армия по выходила что они так перед боссом решили на хардости я если возьмусь лодранер то на максимальной сложности оооо самый неприятный босс вот здесь то да это башка вообще шансов никаких не дает она просто у нее супер самонаводка какая-то вообще ничего не дает сделать самый вообще раздражающий момент в игре на самом деле никак от нее вообще не увернуться летает просто ужас он уже замигал что-то быстро может у него типа слабость удары ногой и голова перестала отлетать ну ладно затанковал разбор паролей был любимым развлечением помню как road rush 2 секретный мотоцикл подобрали самое лучшее воспоминание с детства была куча свободного времени сейчас бы так да в детстве как-то все успевали и учиться и домашнее задание делать и на улице допоздна гуляли и в приставку успевали играть еще один классный музон кстати здоровье было гораздо больше времени свободного я у меня если бы не было графика 4.1 я бы конечно почаще стримил когда работаешь с графиком 4.1 еще и не в офисе сидишь сложная работа тяжелая профессия играть и стримить конечно уже не так получается как хотелось бы с играми проблем нет у меня куча реквестов куча игр которые я бы сам хотел пройти все упирается во время к сожалению иногда в здоровье зря наверное я сразу их не ударил не 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 таргет ренегейт а именно первый дд у меня был такой картридж подожди роман это получается они подписали игру как пиратскую но при этом была оригинальная я с таким еще не сталкивался красиво красиво разбил 4 подряд страйк выбил можно сказать они даже перестали появляться после этого хоть музыка по эпичнее заиграла получается пираты назвали первую часть четвертой но при этом была все таки первая блин это прикольно у меня вообще график 10.1 аркабалена тебе надо медаль за трудовые эти а вообще есть такая медаль за трудовые заслуги или как они орден труда да что то такое есть ой ой расплодились классная тут музыка да гаретт но мне что то да что то затанковали мне все таки больше нравится как во втором уровне играл у меня все таки вот эта мелодия больше любимая мне и говорить не придется в этом плане перфекционист да гаретт зришь в корень абсолютно верно подмечено я если берусь за игры на стриме то играю на максимальной сложности как бы больно от этого не было да задолбали ну единственное исключение если в игре скрытый уровень сложности я это тоже объяснял в правилах это будет не честно по отношению к другим играм ну допустим я знаю что в катах ниндзя можно скрытый хард режим включить но сама игра об этом никак не говорит если бы игра давала хоть какой то намек что там есть хард приходится самому же додумываться а вдруг условно допустим какой нибудь там книги джунглей нету супер эксперта мы же не знаем это может там есть какая то скрытая сложность скрытые сложности я не люблю играть потому что они не очевидны если в третьем градусе когда проходишь на харде игра говорит попробуй аркадный режим и сама дает пароль на него тогда я конечно берусь еще три разбил отлично когда планируешь добить FF2 как только праздники кончатся Антох да если честно уже тоже как заноза в одном месте застряла эта финалка вторая мне же по сути правильно осталось то там последнее подземелье пройти единственное я боюсь что может затянуться может затянуться поиск врагов и всех сокровищ последнее подземелье скорее всего будет троллить в этом плане там есть один моб который с крайне низкой вероятностью нападает а я хотел бы бестиарий на сто процентов закрыть ну и соответственно все сокровища найти если бы я так не заморачивался во второй финалке игра давно была пройдена я хочу сто процентов на стриме показать у меня вот эта цель вот эта цель меня тормозит Антох прохождение на сто процентов да что ты так и лупался я пока двух других бил этот подлез Аркабален а если не секрет где работаешь это же вообще трудовым кодексом должно быть запрещено такой график 10.1 нарушение трудового кодекса тебя свободного времени просто не хватает для норм установленных если ты конечно не работаешь два часа в смену или там три-четыре часа орден труда только для тех кто сидит во власти и ничего не делает да не почему ведь есть можешь загуглить Путин много кого награждал водитель автобуса нифига сяркабален профессия нужная конечно профессия важная надеюсь у вас там с автобусами нормально все нифига себе водитель автобуса 10.1 график это типа ты полторы недели совершаешь рейсы один день отдыхаешь а потом опять за руль ну это чё-то жесть какая-то так ну с этим ладно я не буду выпендриваться выкинаю его так что антоха вторая финалка ну насчет января не знаю но за зиму точно добью вот что я тебе точно не смогу сказать это возьмусь ли я за третью часть вот это я тебе не смогу сказать чё-то меня после того как вторая задушила не особо охота третью начинать возможно я какую-нибудь другую jrpg начну но это тоже не точно как только мальбора из запоя выйдет кстати лодранер с мальбором мне еще предстоит иметь дело по-моему в финальном подземелье они тоже нападают короче будет боль к сожалению будет боль так но он что-то даже не моргает еще кибер самурай заморгал как-то гораздо быстрее чем вот этот робот кстати а если в некоторых играх последние сложности изначально закрыты они открываются после нескольких прохождений открывать их будешь вне стрима или на стриме никит по идее надо на стриме открывать вот первый пример который я тебе скажу это катана зеро катане зеро по-моему хард открывается после того как ты первый раз игру пройдешь но это мне надо с зоргом поговорить зорг играл катану зеро хотя вот витя тоже проходил по идее надо проходить на стриме чтобы открывать сложность так один из самых так ребятки я пока извините наверное читать не буду один из самых неприятных боссов в игре этот крэнк он пинается как последняя сволочь а Проходишь игру на одной Проходишь игру на одной Максимально Доступные сложности Открываются ещё более Да блин, вот только отвлёкся Сразу полшкалы отнял Сейчас разберёмся, Никит С Крэнгом разберусь только сначала Он даже ещё не моргает Да как я так сам подставился Под ногу ему Сам виноват Какой душный босс, какой неприятный душный босс просто Да, и с ноги его особо не попинаешь Ты задрал уже, Крэнг Ты просто омерзительный босс Есть, конечно, и на него какие-то тактики Блин, он даже не моргает У меня уже ещё сейчас Минус одна жизнь будет Ой, жесть Надо не жадничать Надо как-то вообще прям Он просто шансов не даёт Он ещё после урона не успевает оправиться Сразу нога вылазит Крэнг, может ты уже заморгаешь? Пожалуйста Спасибо Подкараулил грамотно Минус две жизни просто Ну сейчас самое веселухо будет У нас в стране переработка это норма Работодатель сам ставит такие нормы Нам, например, предложили Не успевающим зарегистрировать И отправить заказные письма за наш счёт Кошмар Бывало по 20 дней работал Так, ну сейчас момент истины Либо Двойник, отойди от меня Пожалуйста Да отойди от меня Двойник заколебал Не хочу я с тобой драться Ты мне нафиг не нужен Во, спасибо Гад, он слишком быстро подходит Двойник-то умеет чё-то соображать Задрал просто А, двойник, двойники это вообще зло в принципе Ладно, ещё две жизни есть Пергюсон, привет Он просто подходит и начинает мешать Активно О, отлично Так ни разу шреддер Свой луч не сделал Вот это то самое Когда я выше писал Битэмап очень легко сделать нечестным Не просто сложным А именно нечестным Анкол, я кажется пропустил то, что ты писал там У меня у бабули было несколько медалей Ветеран труда Даже несколько антикиллер Нифига себе Никита, в любом случае у меня игра пойдёт в статистику Только если я пройду на максимальной сложности её За это не переживай Буду показывать по мере возможности Я тебя прекрасно понял Допустим у меня открыт хард Я прошёл на харде Открылся ультра хард Я играю ультра хард Открылся супер-мега-гипер-непроходимый хард Я запускаю его на стриме В предыдущие прохождения игра в статистику не идёт Потому что есть более высокая сложность Антон, кстати, Амкол недавно Evil Within 2 играл Так что У него тоже не всегда шмапы на канале Новатор ещё с нами Замечательно Спасибо, дядя Серёжа Спасибо Кориан Тандер Здравствуйте Привет На Крэнге ни одна тактика нормально не работает Да мне кажется, можно его как-то подлавливать В третьей финалке дошёл до мобов Где они размножаются Меня это раздражает Виталь, я пока не могу подсказать Я не играл третью финалку Да, в катании так Витя, а ты же на максимальной сложности проходил Ой, Виталя с нами Даже Total Recall ещё с нами Спасибо, Виталь Я думал, ты уже своё что-то запустил Там вовсю рубишься Насчёт ивента я тебе обещаю Обязательно приму участие Пока точно, Виталь Я тебе не могу сказать Какого числа буду играть Но можешь мне поверить Игры у меня есть, которые я буду проходить Почитаю регламент внимательно Перед тем, как записываться И одну игру точно возьму Как минимум Если у тебя можно будет больше пройти Я, может, больше покажу Так, вторые черепахи 311 игрой становится Но в конце, конечно, жесть Три босса подряд Нет пиццы Нет нормальной тактики На Крэнга, на Шреддера Мне повезло, что Шреддер Тройной луч не заюзал Который ваншотит сразу всю шкалу В общем, ладно Со второй частью повезло Прорвались нормально Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин